Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Канал «Шахматы для всех» продолжает обзор интереснейшего матча, который состоялся в Бахрейне в 2002 году. В этом противостоянии тогдашний чемпион мира Владимир Крамник играл против сильнейшей на тот момент компьютерной шахматной программы DeepFritz. После первых двух партий счёт полтора на пол очка в пользу человека. И вот в третьем поединке Владимир Крамник вновь получил возможность доказать своё преимущество над машиной в сфере эншпильной игры. DeepFritz начал партию ходом Е4. Е5, конь Ф3, конь С6 и Д4. Шотландская партия. Крамник забирает пешку и после конь Д4 нападает на коня слоном. Взятие на С6. В этой позиции чёрные играют ферзь Ф6, откладывая взятие коня и создавая угрозу мата. В этом положении чаще всего белые идут на размен ферзей. Но если сразу сыграть ферзь Ф3, то у белых портится пешечная структура. Поэтому компьютер сыграл ферзь Д2. Он не отказывается от идеи разменять ферзей, но при этом оставляет свою пешечную структуру в сохранности. ДЦ играет Крамник, открывая белопольного слона. Конь С3, конь Е7 и ферзь Ф4. Слон Е6. Владимир Крамник не боится сдвоения пешек по вертикали Ф. Динамические факторы позиции чёрных будут полностью компенсировать этот недостаток пешечной структуры. К тому же, вовремя продвинув пешку на Ф5, этих сдвоенных пешек можно будет лишиться и активизировать одну из своих фигур. Конь А4 играет компьютер, нападая на слона. Тот даёт шаг и после С3 отскакивает на Д6. Создается угроза поимки фигуры. Поэтому белые играют слон Е3. Поле С5 прикрывается ходом Б6, Ф4. До сих пор это всё хорошо известная теория. Здесь Владимир Крамник делает длинную рокировку. Белые играют король Ф2. С5 и С4, готовя возвращение коня в игру через поле С3. Крамник сразу же реагирует на ослабление полей Б4 и Д4, играя К6. Компьютер отвечает ходом К3 и Ф5. В поединке испанского гроссмейстера Магема и белоруса Андрея Ковалева в 1999 году белые забрали на Ф5. После слона Ф5 ладья Д1, ладья ХЕ8 получилась равная позиция. Но чёрные фигуры, очевидно, стоят более свободно и в дальнейшем белорусскому гроссмейстеру удалось победить. Но в нашей партии Компьютер демонстрирует новый ход. Он играет Е5, нападая на чернопольного слона Крамника. Здесь очень интересная параллель с предыдущим поединком, в котором Компьютер, играя чёрными, сделал труднообъяснимый ход слон Ф8, надолго задержав развитие королевского фланга. Здесь же Владимир Крамник делает этот ход, при этом имеет в виду конкретную и очень понятную идею. Дело в том, что если тут сыграть слон Е7, кажется этот ход довольно естественный и более сильный, чем слон Ф8, то белые отвечают сильной жертвой пешки, играя конь Д5. Здесь чёрным нужно в избежании худшего всё-таки поставить слона на Ф8. А если они заберут этого троянского коня, то навлекут на свою голову очень большие беды. После СД ладья Д5 слон С4. Мощный белопольный слон белых вырывается на свободу. После ладья Д7 не нужно спешить со взятием на Ф7. В этом случае шаг Ж3, взяли-забрали, конь чёрных переходит на Е6 и начинает доминировать над плохим чернопольным слоном белых. Поэтому после ладья Д7 лучше просто пойти ладья Д1. Взяли-забрали, чёрные пешки Ф7 и Ф5 являются удобными объектами для атаки белопольного слона белых. К тому же у белых здесь ещё и преимущество двух слонов. Поэтому ход крамника слон Ф8 абсолютно верен. Здесь ход конь Д5 уже не так силён, потому что нападение на фигуру не происходит. Поэтому белые решили сыграть иначе. Видимо, наилучшим был ход слон Е2 с тем, чтобы на конь Д4 отойти слоном на Д3, сохраняя равную позицию. Но компьютер играет Б3. Этот ход не был необходимым. Да, белые защищают пешку С4, несколько разгружая белопольного слона. Но с другой стороны ослабляется чернопольная периферия на ферзевом фланге. Здесь крамнику нужно было решить, куда поставить своего коня. На Б4, либо на Д4. Ход конём в центр ничего не давал. В этом случае компьютер играл ладья Д1 и на слон Ж7 вновь ставил коня на Д5. Мы уже второй раз видим эту интересную жертву пешки. Если её принять, то есть разменяться на Д5 и забрать, то слон С4, ладья Д7, взяли-забрали, слон Д3 и пешка Ф5 падает. Белые получают серьёзное преимущество. Поэтому на конь Д5 нужно играть С6. После взятия на Д4 конец скакивает на блокадное поле Д3. С2, слон Ф8, конь Д3 и позиция примерно равна. Поэтому Владимир Крамник, уже борясь за преимущество, играет конь Б4, создавая позиционную угрозу размена чернопольного слона. Здесь перед компьютером был довольно сложный выбор. Сохранить белопольника, либо чернопольника. Видимо, второе всё-таки было лучше. Нужно было играть ладья С1 и после слон Ж7, А3, конь Д3 разменяться и пойти ладья Х, Д1, сохраняя примерное равенство. Черным трудно вскрыть позицию для того, чтобы их слоны заиграли в полную силу. Но компьютер вместо хода ладья С1 играет А3, подгоняя черного коня. Тот становится на С2, объявляя вилку. Ладья С1, взяли, забрали и слон Ж7. Белые пешки, расположенные на черных полях, будут удобными объектами атаки для чернопольного слона черных. Сейчас, например, угрожает Ф6. Черные расчищают большую чернопольную диагональ для своего слона. Конь Д5. Ход, который мы с вами несколько раз видели в побочных вариантах, случился и в партии. И вновь брать на Д5 плохо. СД, ладья Д5, слон С4, ладья Д7, ладья Д1, ладья Д8 и шах. Король Б8, взяли, забрали, слон Д3, пешка Ф5 падает. Поэтому С6 играет крамник, конь отходит на Ф6, взяли, забрали, ладья Е8. Король уходит из-под вскрытого шаха и ладья заходит на Д2. Как и в предыдущем поединке, в третьей партии компьютер вновь попал в очень неприятное окончание. Раскрутиться белым не так-то просто. Например, если сыграть ладья Е1, то, конечно, не слон Д5, так как в этом случае после СД ладья Е1, белые вскрывают ладью ходом слон А6 и получают лишнего слона. А ладья Б2, нападая на пешку Б3. И после ладья Е3 сказывается неразвитость белых. Слон Д7. Черные просто меняют защитницу пешки Б3 и достигают материального перевеса. Еще один вариант был связан с ходом ладья С3. Далее, ладья Д1, Ж3 с идеей слон Ж2, но ладья Е8. Если теперь сыграть слон Ж2, то, конечно, ладья Д3 после размена пешка Б3 падает. Поэтому упорнее ладья Е3, но черные играют Б5 и на слон Ж2, а лучшего уже нет, взяли-забрали, черные в итоге получают лишнюю проходную пешку. Но компьютер сыграл иначе. Он пошел Н3 с идеей провести Ж2, Ж4. К этому ходу я поставил знак сомнения. Хотя, честно говоря, предложить что-то более сильное за белых не получается. В этом положении наиболее сильным ходом за черных было ладья Б2. После ладья С3 Б5. Ладья Ж1, король С7 и Ж4. Белые проводят свое пешечное продвижение на королевском фланге. Черные задвигают пешку на ферзевом. После размена пешка Б3 уже зафиксирована. Ладья Е3, слон Д7. И вновь пешка падает после размена белой ладьи. Конечно, тут можно отойти на Д3, но тогда черные имеют в своем распоряжении ход ладья Е1, С5 и слон С6. Поэтому здесь у белых плохо. Но вместо того, чтобы сыграть ладья Б2, крамник пошел слон Д7. Его идея довольно цинична. Просто за два хода забрать пешку Ф6, которая слишком оторвалась от своих. Но таким образом Владимир Борисович дает своему оппоненту шанс на спасение. Здесь ход ладья С3, конечно, парировался все тем же ладья Е1 со связкой слона. Но лучшим был программный ход Ж4. Это же логичное продвижение, которое было подготовлено ходом Х3. Почему машина не сделала этот ход, непонятно. А все-таки стоило так пойти, потому что в этом случае белые получали очень интересную реальную контр-игру на королевском фланге. Посмотрите, ладья Б2, ладья С3, ладья Е1 и после Ж5, если сыграть ладья ЕБ1, имея в виду взятие на Б3, то белая резко и очень неожиданно активизирует своего короля. Тот становится на Ж3. После ладья Б3 происходит размен. Отдаем пешку на А3, но король стремится на Х7 и пешки белых проходят в ферзи. Эта позиция для черных уже проиграна, потому что в гонке проходных они не поспевают за белыми. Поэтому после Ж5 нужно играть ладья ББ1, но белые защищают слона и после слон Е6 играют Х4, Х5, Ж6, обретая реальную контр-игру. Но машина играет скромнее, ставя пешку на Ж3. Такой игрой выпутаться из подобного сложного положения не удается. Ладья Е6 играет крамник, он просто забирает на Ф6. Если пойти ладья Ж1, то видимо более сильным является ладья Б2, ладья С3 и здесь даже не ладья Ф6, а ладья Е1. И на Ж4 взяли-забрали ладья ББ1, король Ф2 и тут несложный тактический удар, слон бьет Ж4. Забираем, ладья бьет Ф1 и у черных серьезное преимущество в четырехладейном окончании. Но компьютер сыграл ладья Б1, защитив свою пешку с тыла, забираем на Ф6. У Владимира Крамника теперь уже лишняя пешка, которая находится на ферзевом фланге. Дальнейшая его игра связана с тем, чтобы образовать проходную на этом участке доски. Слон Е2, ладья Е6, нападая на слона. Ладья ХЕ1 играет компьютер, он наконец к 30-му ходу заканчивает развитие, но пешки уже нет. Король С7, слон Ф1 и Б5. Если белые разменяются на Е6, то слон, становясь на эту позицию, усиливает давление на пешку С4. Далее король Б6, пешка с А7 продвигается на А4, черные в конце концов создают проходную. Поэтому ладья ЕЦ1 играет компьютер, пытается использовать противостояние своей ладьи и черного короля. Но тот ускользает на Б6, Б4. Все та же идея попытаться вскрыть вертикаль, добраться до черного монарха. Но это, конечно же, далеко не миттельшпиль. Атаки никакой нет, а лишняя пешка есть. СБ играет крамник. Если пойти С5 в надежде заблокировать ферзевый фланг, то черные очень быстро разрушают эту оборону соперника. Играют сначала ладья Е4 с идеей ладья Д4 и взятия на Б4. Поэтому ладья С3, А5 и после взятия ладья А4. Пешечная структура белых разбита, а две сильные связанные пешки черных вскоре двинутся в ферзи. Поэтому после СБ компьютер забрал пешку на Б4, ладья Е4, ладья Д1. Взяли, забрали и слон ушел из-под боя. Если пойти СБ, то после СБ ладья Д6, король С7, ладья А6 черные спокойно забирают на Б4. После взятия король Б6 проходная пешка, которая является лишней, создана. И черные постепенно проводят ее в ферзи. Поэтому компьютер играет слон Д3, ладья отходит на Д4. Если пойти король Е3, то С5. На взятие король С5, СБ и слон С4. Приходится отходить слоном. Взяли, забрали, слон Б5. Это окончание для черных абсолютно выиграно. Поэтому машина сразу перешла в Эншпиле с одноцветными слонами. Пошла слон Е2. Крамник забрал на Д1. Здесь промежуточный шаг С5, но он мало что дает белым. После король Б7, слон Д1, временная жертва пешки А5 ставит все на свои места. Черные так или иначе прорываются на ферзевом фланге. БА, король А6, король Е3, король А5, король Д4, Б4. Белые играют Ж4. После взятия ХЖ, Б3, король С3, король А4. Король Б2. Белые надеются создать блокаду по черным полям, но не получается. Следующим своим точным ходом Ф6, Крамник препятствует размену всех пешек королевского фланга. Позиция Крамника уже выиграна. Еще последовало. Слон Ф3, нападая на С6, король Б5, Ж5 и Ф5. Крамник сохраняет важную пешку от размена и после король С3 завоевывает еще одну вражескую пешку. Слон Е2 сыграл Дипфриц и сразу же сдался. Конечно, сдалась не сама машина, а оператор, но оценка здесь не вызывает сомнений. Положение абсолютно выиграно для черных. У них две лишние пешки и уйма выигрывающих планов. Вот такая очередная блестящая позиционная победа Владимира Крамника, который в очередной раз доказал, что игровой эншпиль – это его стихия. Напротив, машина сделала несколько неточностей и даже очевидных ошибок, которые были эффективно использованы 14-м чемпионом мира. Таким образом, после первых трех поединков счет 2,5 на пол очка в пользу Владимира Крамника. В следующем четвертом поединке он будет играть белыми. Если это видео вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для всех, оставляйте свои комментарии. Большое спасибо за внимание, до свидания!